Что для меня большая честь и большая радость выступить на этой конференции. И к этому есть несколько причин. Первое из них то, что хорошо известно, что феноменология и католицизм имеют давнюю историю взаимодействия. Нам достаточно вспомнить о католическом университете в Дувене, где находится архив Гуссерля, который спас архив Гуссерля. Это хорошо известно. И о деятельности католических священников по спасению этого архива, каковы являются базой для всех феноменологических исследований, по большому счету. Во-вторых, уже были упомянуты и Райнах, и Конрад Мартиус, которые имели непосредственное отношение. И были крупнейшими представителями Мюнхенской и Гитингенской школы феноменологии, одновременно являлись католиками. И в этой связи особую радость доставляет то, что сейчас католическая церковь, католическая община вступают в контакт с феноменологией и на русской земле. И это наполняет и надеждами, и радостью. Во-вторых, очень важно, что конференции по феноменологии проводятся в Новосибирске. Потому что традиционно Новосибирск, как сказала, не без иронии, конечно, философия в Новосибирске, как сказала мне без иронии, одна из моих хороших знакомых. Вернувшись отсюда с практики, описывая состояние философии, представляешь себе волны позитивизма. И вот они застыли, все волны позитивизма. И вот это примерно общая картина философии в Новосибирске. В последнее время положение вещей начинает меняться. И особенно радует то, что конференция по феноменологии проходит именно здесь. Это очень важно. И я хотел поблагодарить организаторов за приглашение, за созданные условия для выступления. И позвольте мне начать доклад. Итак, мой доклад будет посвящен настолкованию феноменологической философии Гусарля у Эдит Штайн. Хорошо известно, что Эдит Штайн в течение многих лет являлась ученицей и сотрудницей основателя феноменологии Эдмонда Гусарля. Гусарлявская феноменология не только существенным образом определяет ее мышление, но и является предметом ее размышлений и специальных исследований. Их результаты представлены Штайн в ряде работ. И наиболее значимой из них, на мой взгляд, является феноменология Гусарля и философия святого Фомиакуинского «Попытка сопоставления». Это работа 1929 года. Она была опубликована воздававшимся Гусарлями ежегодниками типа философии и феноменологическим исследованием, как часть специального выпуска, посвященного 70-летию Гусарля. Это был так называемый фест-шрифт. Статья Штайн туда вошла, как наряду с статьями крупнейших гусарлевских учеников, других крупнейших гусарлевских учеников. В настоящей работе мы ставим себе целью раскрытия характерного для Штайн способа истолкования гусарлевской феноменологии. Любое понимание уже на стадии рецепции предполагает операция отбора значимого, то есть селекции, и исключение незначимого, эксклюзия. Поэтому мы стремимся, с одной стороны, эксплицировать те моменты, которые Штайн считает определяющими для гусарлевской феноменологии, с другой, очертить те возможности феноменологического мышления, которые она выпускает в своем толковании гусарлевской философии. То есть и момент эксклюзии я тоже намереваюсь выделить в докладе. Итак, несколько определяющие моменты в характере рецепции гусарлевской феноменологии у Штайн. Итак, первое. Философия вообще, и гусарлевская феноменология в частности, стремится, согласно Штайн, к пониманию мира, вельтфердштейнднес, на основе разума. Феноменология рассматривает разум как естественный, противоположность сверхъестественному. Я здесь все время буду проводить противопоставления и различения. Противоположность сверхъестественному и как безграничный разум. И это принципиальный момент. Итак, феноменология рассматривает разум как естественный и как безграничный. Анаудра замевает мир как непосредственное созерцание сущностей в Везенаншау. Созерцание сущностей трактуется в феноменологии как процесс, а не как одномоментный акт, обеспечивающий тождество бытия и мышления. Во-вторых, феноменология с точки зрения Сштайн является разновидностью критицизма в противоположных догматизмах, так как базируется на подвешивании тезиса мира, говоря гусерлевским и вообще в общем феноменологическим языком, и вследствие заключения мира в скобки должна сама обеспечить себе начало познания. Как форма трансцендентальной философии феноменология является не антологией, а теорией познания. То есть изучает не сам мир, а способы данности предметов сознания, то бишь способы познания. И в этом отношении, конечно, очевидно, Штайн сближает вот эту принципиальную черту феноменологии до отождествования скантианства, надо заметить. В этом моменте. В-третьем. Поскольку феноменология является трансцендентальной философией, ее принципом выступает эго-когита. А сама она предстает как эгоцентризм, в противоположность теоцентризму томизма. Это противопоставление Штайн описывает достаточно детально. Гусерл сам в этот период определяет свою феноменологию как эгологию. И напрямую это будет выражено в кортезианских медитациях и уже даже в парижских докладах, без всяких нюансов, которые лежат в основе кортезианских медитаций. Соответственно, предметом исследования феноменологии выступает область имманентных данных сознания, таковое столкование Штайн, а не мир как реальность. В-четвертых, и это, на мой взгляд, последняя определяющая черта в характеристике феноменологии Гусаровской у Штайн, феноменология, будучи созерцанием сущностей, занята познанием этого мира лишь как одного из возможных миров. То есть как экземпляра сущности, такого мира как такового, сущности, в котором выполняются сущностные законы. Фактичность этого мира феноменология отдает, так считает Штайн, на откуп частным наукам. В этом смысле она выступает как исследование сущностей предметных регионов мира. То есть как антология в узком гусаревском смысле региональных антологий. Но она, и это принципиально, не является метафизикой. Метафизикой в гусаревском смысле, то есть не является исследованием бытия этого фактического мира. И гусарев, кстати сказать, в идеях один, периодически этот момент подчеркивает. Что да, конечно, мы можем рассматривать, в принципе, возможно, некие изводы в сторону метафизики. Но, строго говоря, феноменология остается исследованием сущности. Итак, по изложенному выше видно, что в целом Штайн разделяет трактовку гусаревской феноменологии и Мюнхенской детингентской школы. И это неудивительно в связи с кругом ее общения, кстати сказать. Но, несмотря на то, что она знает работы гусареля после так называемого трансцендентального поворота, несравненно детальнее и глубже ее представителей. И я хочу здесь в этой связи указать только на один момент. У меня есть оригинал хайдегеровского издания «Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени». И вот в предисловии к этому оригиналу, который, оригинал этот издал Мартин Хайдегер, как известно. Так вот, в предисловии к этому оригиналу он благодарит Эдинштайн за работу над рукописью. И известно, что она принимала очень активное участие в подготовке к печати гусаревских рукописей этого периода. Всем известно, что гусар был уже очень капризен в отношении издания, возвращал из издательств даже рукописи, думая, что там какие-то фрагменты недоработаны и так далее. И Эдинштайн великолепно знала тексты этого периода. Великолепно, в несравненной степени лучше, чем такие типичные представители Менкинской и Детингенской школы. Просто вследствие ее определяющего рода занятий. Однако в ходе осмысления предмета и метода феноменологии в мышлении гусарева в этот период происходят существенные изменения, которые находят свое первое литературное выражение в парижских докладах 1929 года и в картезианских медитациях. 31-го, соответственно, французское издание. На наш взгляд, однако, они были заложены еще в литературном курсе гусарева 1923-1924 годов «Первая философия», посвященном феноменологической теории и феноменологической редукции. Но восходят еще к последней, и это принципиально, к последней главе идеи 1. «Разум и действительность», идея 1, это 13-й год. В результате этих преобразований феноменология трактуется существенно иначе, гусаревым трактуется существенно иначе, чем это представлено Штайн. И надо заметить, что именно эти трактовки дадут импульс для дальнейшего развития феноменологии. Вот те трансформации гусаревской мысли, которые он осуществляет в этот период и в этих руководителях, над которыми Штайн работает в качестве его ассистемы. Итак, во-первых, феноменология — это не теория познания, а антология. Она не просто учение о сущностях, то есть антология в гусаревском смысле региональной антологии, ну или совокупности региональной антологии, но метафизика, то есть учение об этом мире в его фактичности, равно как и о человеке, ну тут о «человеке», конечно, в кавычках, в его фактичности. Интенциональная экспликация генетической феноменологии, разработка которой начинается с теории двойной трансформентальной редукции 1923-1924 года, позволяет обнаружить фактичность, и феноменология становится исследованием нашего мира, а не одного из возможных миров. В картезианских медитациях гусарев открыто обсуждает темы рождения, смерти, истории и судьбы. Да, они детально обсуждают, но они заявлены даже в некоторых пунктах, уже здесь разработаны. Я не говорю о более поздних изводах, то есть второй половины 30-х годов, где они являются определяющими темами для гусара. Во-вторых, феноменология не галогия, а учение об интерсубъективном мире, в котором, согласно гусареву, и существует Бог как условие согласования интерсубъективных перспектив. Негативно, как то, что не дает осуществиться кантовскому государству чертей. Вот известная кантовская модель. В этой связи я позволю себе одну отсылку. Есть известная книга Карла Шумана «Гусаревская философия государства», где очень хорошо показана тема схождения перспектив. Книга 1988 года, я не буду детально здесь освещать. В-третьих, основной темой феноменологии становится доверительного знакомства с миром, фертрауен, миддер-вельт, поднятым как горизонт всех горизонтов, то есть как учение о явленности всего сущего. Таким образом, трансцендентальная феноменология не теряет мир в его действительности. Таков основной упрек Штайн в адрес трансцендентализма вообще, и феноменологии Гусареля в частности. Но находит его, не оставляя при этом принципа явленности. То есть оставаясь трансцендентализмом, оставаясь на трансцендентальных позициях, и на феноменологических позициях, надо заметить. Вот в результате этих преобразований для Гусареля не происходит никакой потери мира. И этот момент будет отработан потом Хайдеггером в тематике мировости, интервельт-зайн. То есть, собственно, вот этот момент и будет являться главным толчком для развития феноменологии в дальнейшем. Трансцендентальная феноменология есть исследование мира и его начало, то есть генеалогия доверительного знакомства с миром. Почему для Штайн все эти изменения в мышлении Гусареля, происходившие во время их совместной работы, остаются за кадром? На наш взгляд, главная причина этого – то, что Штайн занимается сложнейшей для себя внутренней проблемой. Как совместить свою принадлежность к феноменологии и в то же время католицизму, и его философскому базе сутамизму? Она стоит для нее проблема. С такой же остротой, как у Густиновска. Или ты платоник, или ты христианин. Штайн решает ее посредством того, и это ее специфический для нее способ решения, она разводит плоскости. То есть, феноменология работает в одной плоскости, а томизм работает в другой плоскости, ну, как философское основание для католицизм. Феноменология – это философия, которая занимается рациональной реконструкцией логической структуры нашего мира, как одного из возможных миров, и способами его познания. Вот видение Штайн. Томизм – это философия, исследующая наш мир в его фактичном бытии, соответственно, со всеми соответствующими темами – рожденности, смертности, судьбы и так далее. И, следующее, наш мир в фактичном бытии, в единственности рождения, смерти, истории и судьбы. Это решение делает ее взгляд на гусорлевскую феноменологию избирательным, заставляет осуществить эксклюзию, выделенную нами выше моментов, и не позволяет разглядеть новые тенденции в мышлении гусорля, которые развертываются у нее на глаза. И надо прямо сказать, почему не позволяет, потому что решение этих вопросов она находит в томизме. Благодарю за внимание. Олег Васильевич, огромное спасибо за доклад. Было очень интересно. Сейчас время на вопросы и замечания. Что можно прочитать о феноменологии, чтобы стало все ясно и понятно? Какую книгу? На русском. На мой взгляд, базовый трактат, но по меньшей мере гусорлевской феноменологии, это идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии 13-го года. Все остальное, по большому счету, его развертывание, сколько бы они ни были там значительными. И существует русский огромный такой комментаторский том на «Идеи один». Это работа Матрашилова. Так и называется «Идея один гусорля». Кто-нибудь из наших подскажет точное название? Начало «Идея один гусорля». И если нужны экспликации, то есть конечный пункт самого гусорля, то это кризис европейских наук и транзиментальных феноменологий. Это его предсмертная работа незавершенная. Но рецепция феноменологии у Штайна, она такой-то и осталась все время? Или какие-то все-таки потом модификации? Какие-то модификации происходили, но дело в чем? Меня интересовал момент тематического осознаваемого отношения. Понятно, то есть я не исследовал внутренний мотив движения, ее мысли по отношению к гусорту. Для меня предметом исследования было то, как она себе отдает отсчет различий. То есть вот то, как она сама проводит различия. Не как мы вдогонку можем провести эти различия. И вскрыть мотивы, почему она проводит различия так, а не иначе. Можно ли сказать, упростив понимание различия между Штайновской интерпретацией феноменологии и гусорльевской интерпретацией феноменологии так, Штайновская интерпретация – это критицизм, гусорльевская интерпретация – это онтология. Да, если совсем коротко, да. Вы сказали такую фразу, феноменология – это не теория познания, но онтология. И потом говорили еще о метафизме. В каком смысле вы понимаете, что это онтология, не теория познания? В критицизме вопрос о явленности для феноменологии определяющей, потому что само слово «феномен» входит в определение феноменологии. Феноменология – это то, что обращается к опыту явленности вещей в этом области. Так вот, для критицизма явленности следуются как способы познания. Для феноменологии явленность – это то, как даны вещи, даны в смысле как есть вещи, вещи являют себя в своем бытии для феноменологов. Это одна сторона дела. И второй момент. Для феноменологов, по крайней мере, в том изводе, который я показывал как магистральный, для феноменологии опыт является конституирующим сам субъект. Сами априорные структуры, они конституируются опытом. И в этом отношении опыт столкновения с миром, с миром в его бытии, он является определяющим и структуру субъектов. В этом отношении, в феноменологии, в рамках магистральной линии ее, получается такая вещь. Речь идет и о бытии мира, и о бытии субъекта, и о ходе опыта как производящим, и то, и другое. И поэтому главной темой исследования феноменологии и выступает доверие к миру. Доверие к миру как способ производства мира интерсубъективным сообществом, с одной стороны, и с другой стороны, как доверие к миру и трансформацию этого доверия, как способ производства самого субъекта. О, спасибо. Еще вопрос. Пожалуйста. Вот на самом, конечно, интересном месте восстановились. Дело в том, что это вопрос как раз об онтологичности первоначального босса, в принципе вроде бы и необоснованном. То есть получается, если она сама дает себе обоснование, то где же обоснование самого этого обоснования? То есть само начало, беспредпосылочное, оно может любить начало. И получается, что вопрос о реальности как раз, он здесь появляется, потому что, смотрите, если феноменология все-таки как-то пытается говорить о реальности, то получается, эта реальность представляется как данность сознания ее все-таки. А у Фомэ Квинского она, эта реальность, изначально полагается как данность не просто сознания, а человеческой личности, и даже не просто субъекту, ни отдельному психологическому, ни трансиментальному и так далее. И возможно ли тогда, что феноменология сможет вот эти рамки как бы преодолеть той данности, с которой она имеет дело, и принять те данности, из которых исходил тот же Фома Аквинский, переводя их уже, то есть данности вверх, переводя их уже на то, что доступно только раз. Возможно ли она настолько развиться, воспринять эти вещи, или она все-таки закрытая, то есть закрытая как бы антология. Понял. Спасибо за вопрос, вопрос явно задан из германефтической перспективы, тоже она в горизонт вопроса просвечивается. У ответа на этот вопрос два аспекта. Аспект первый. Возможно ли, то, что я услышал в вопросе, и на что попытаюсь сейчас ответить. Вопрос первый. Возможно ли феноменологическая философия религии? Ответ, разумеется, да, и усилия в эту сторону предпринимаются в последнее время очень активно. Ну, в частности, на последнем докладе, последний доклад, крупнейший немецкий феноменолог Клаус Хельт делал в Москве как раз по понятию Бога у Гусарля. Что для него неожиданно, зная, что он занимается феноменологией политического мира, совершенно неожиданный был шаг. Вот буквально год или полтора назад. Вот. Это, и, разумеется, не только он, и литературу можно указать. И на английском, на немецком языке. И, кстати, недоверно переведен доклад Хельта, самого на русский. То есть это можно прочесть. Аспект второй. И, конечно, более глубокий, который здесь затрагивался. Имеет ли феноменология какие-то перспективы в плане открытости вот этому измерению? Я уже пытался ответить на этот вопрос. То есть, ну, разобью просто пункт на пару шагов. Поздняя гусарлявская феноменология с момента появления учения, идентификации феноменологии как трансцендентальной монодологии, она начинает заниматься... Это я пока из гусарлявской перспективы говорю, потом, может, и обобщу. Она начинает заниматься вопросом о возможности схождения перспектив. Эту возможность схождения перспектив, она в конечном счете фиксирует как, вообще говоря, базирующуюся на принципе пассивности. На пассивном генезис. А вот этот самый пассивный генезис становится темой именно в аспекте схождения перспектив этого интермонодического сообщества. Становится специальной темой гусарлявских размышлений в поздний период. Ну, в частности, обращаясь к известному в русской традиции, тоже активно обсуждающемуся тексту 22 июня 1933 года, «Ночной разговор». Известный текст, где гусар говорит о перво-я и возможности постижения перво-я и я изначального течения потока, где само я, собственно, и не я даже, мы с местоимением можем, не имеем права употреблять, вообще говоря. Вот. Я заканчиваю здесь ответ вот таким резюментом. Вот с того момента, когда феноменология начинает обсуждать возможность схождения интермонодических перспектив. То есть, то, что мы на феноменологическом уровне можем тематизировать, ну, или, скажем, указать, я мягче скажу, не тематизировать, указать, как то, что в сознании происходит, но от сознания не зависит, и именно в этом аспекте феноменология открывается в томизме. Вот так бы я сказал. И именно поэтому, кстати, предвосхищая этот ход мысли, Штайн могла найти в томизме то, что она не увидела, та неявно, и пока вот во время ее взаимодействия с такими чертами только в зародышевых формах происходит у самого мысля. Тенденция-то вот эта была схвачена вверх, и ГУСы реализовывать решение этого вопроса будет, ну, более чем не будет. Ну, вот, спасибо. Спасибо, Алексей Дорович. Спасибо. 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 Спасибо.